Приветствую друзья! Началась новая неделя не за горами, конец лета. Мы с этим совершенно не согласны, так что уходим на митинг против наступления осени. А с новостями вас знакомит наш верный робот из раздела умные вещи. Компания Sony готовится подписать соглашение с телевизионным холдингом Viacom, рассчитывая запустить собственный сервис интернет-телевещания до конца этого года. По сообщениям Wall Street Journal, лицензия Viacom даст Sony право транслировать такие популярные каналы, как Comedy Central, MTV, Bet, CMT, VH1, Nickelodeon и Spike. Это позволит японцам конкурировать как с провайдерами кабельного ТВ, так и с IT-гигантами вроде Intel и Google, которые также планируют создать свои сервис интернет-телевидения. В настоящий момент Sony предоставляет доступ к нескольким ТВ-шоу и фильмам через консоль PlayStation. Стриминговый сервис интернет-телевидения по слухам дебютирует на консоли следующего поколения PlayStation 4, а также на телевизорах Sony Bravia. Параллельно Sony ведут переговоры с компаниями Walt Disney.com, Time Warner Inc. и CBS Corp., которые вместе с Viacom образуют четверку крупнейших в мире медиа-конгломератов. Компания Microsoft планирует закрыть магазин Games for Windows Live 22 августа. В поясняющем сообщении Microsoft рассказала, что свою и без того тоскливую жизнь одновременно прекратят и магазин, и местная система валюты Microsoft Points. Не переживайте, если вы ненароком там что-то купили. Ранее приобретенные игры останутся доступными. Интересно, что новость пришла буквально через несколько дней после присоединения к Microsoft Джейсона Хотмана, ранее 8 лет работавшего над магазином Steam. С приходом в Microsoft задачи Джейсона, в общем-то, не изменились. Теперь ему предстоит сделать из Windows лучшую платформу для игр и интерактивных развлечений. Уже многие годы Microsoft практически игнорирует рынок ПК-игр, фокусируясь на продвижении консоли Xbox. Быть может, в корпоративных планах гиганта что-то поменялось, и теперь ПК будет уделяться не меньше внимания. Кстати, похоже, что вместе с Games for Windows Live в небытие уходит и музыкальный магазин Zoom. Отныне все маркетинговые силы в плане продажи музыки Microsoft будет отдавать марке Xbox и ее сервисам Xbox Music и Xbox Video. Первый планшетный компьютер на базе Windows RT от компании Nokia стоит ждать уже в сентябре этого года. Источники сообщают, что новое устройство ориентировочно представят на мероприятии 26 сентября. О планшете пока известно лишь то, что устройство будет построено на базе мощного четырехъядерного процессора Snapdragon 800 и, вполне вероятно, будет привязано к американскому оператору сотовой связи Verizon. Так что его вряд ли можно будет увидеть на нашем континенте. Бывает, для фильма нужен робот-убийца. И команда, ответственная за спецэффекты, просто берет и делает его. В представленном видео вы можете наблюдать, как собирают робота Т-1 из третьей части Терминатора. И хотя в самом фильме робот появился буквально в паре сцен, ребята из Стэн Винстон Скул сделали полноценный прототип, который может самостоятельно поворачиваться, прицеливаться и передвигаться на гусеницах. Ему не хватает разве что пуль. И команды убивать. На сегодня все. Больше Терминаторов и планшетов на страницах 3dnews.ru. Увидимся уже завтра. Терминаторов и планшетов на страницах 3dnews.ru. Терминаторов и планшетов на страницах 3dnews.ru. Терминаторы и планшетами «Скулз Oliver» Терминаторов и планшетов на страницах 3dnews.ru. Терминатор и планшетов на страницах 3duto.